В качестве воспитателя мама, в качестве детсада родная квартира. В Чебоксарах шесть семьи открыли дома филиалы детского сада. Это стало возможным благодаря специальной программе, которая действует с 2009 года. Желающих участвовать в ней немного, но открывать у себя подразделение ДОУ может не каждый. Фамилию члена семьи подстать им самим – Молодцовы. Он в прошлом военный, лучший папа Чебоксар 2010 года, она – некогда швея и лучшая мама своим детям. Юрий и Ирина воспитывают семерых. Молодцовы – одни из первых в Чебоксарах, открыли свой семейный детсад. После организации семейного детского сада мы практически не потеряли связь с детским садом, но в то же время дети с мамой находятся, дети как-то дружно, не разделяются в течение всего дня. Семейный детсад Молодцовых – своего рода филиал 15-го детского сада столицы. Прикреплен к дошкольному учреждению. В группе четверо детишек. Навещают их и старший воспитатель, и музыкальный работник, и логопед. Подопечные и сами могут наведаться в головное учреждение, к примеру, на праздник или на прогулку. Мама состоит в ДОУ младшим воспитателем. Получает зарплату и деньги на питание. Это 60 рублей в день на ребенка. Такая альтернатива для Ирины Молодцовой – существенная поддержка. У меня идет стаж, у меня финансовая поддержка. Для нас, для нашей семьи, конечно, это очень большая помощь. Воспитание и уход – главная обязанность младшего воспитателя в семейном детсаду. А как организовать все это для своих детей, мама Ирина знает лучше остальных. У нас такой режим, мы, конечно, не соблюдаем, прям строгий вот так вот. Ну, как мы встаем, умываемся, одеваемся, идем завтракать, потом какие-то дела там домашние делаем, убираемся и гулять идем. Семейных детсадов по городу не так много. В этом году шесть, в прошлом – десять. Открыть подразделение ДОУ в своем доме можно лишь на определенных условиях. Одним из условий должно быть, чтобы дети были из многодетных семей, дети должны быть дошкольного возраста. Это одно из обязательных условий. И, конечно, соблюдение санитарных норм. У Молодцовых все условия есть. Просторная квартира – подарок государства. А места в ней хватает всем членам большой и дружной семьи. Ожидаем в конце ноября рождения восьмого ребенка, пятой дочери в нашей семье. Так что моя мечта близка к исполнению. Вот так. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика.